Всем добрый вечер. Оксана, расскажи, куда мы с тобой идем? В сядик. Да, подожди, я тебе капюшон поправлю. Кто-то, как всегда, решила сегодня со мной в сядик идти, да? Она хочет своих воспитателей видать, да? Угу. Наделась вот так вот штаны с кофтой, с курткой и идем. Это, по идее, куртка Ванина, но Ваня она большая, что Оксана ее таскает. Да, Окси? Угу. С пайетками. Тебе так нравятся эти штаны? Да. Спасибо нам сказать тете Юле. Спасибо тебе. Да. Ладно, идем в садик. Пойдем? Папа у нас опять убежал на работу, там что-то ему надо было. А мы идем в садик. Дома остаются еще Егор с Катюшей. Егорка смотрит за курями, Катюшка лежала. Завтра у них дистанционное обучение, потому что у нас отключение воды. Значит, завтра и садик тоже не будет работать после него гордого отключения воды. Так что вот такие вот у нас новости на завтрашний день. Всем добрый день, дорогие друзья. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. В целом, я еду в город по делам. Мне надо документы увезти, кое-какие сделать. Ну и там по магазину пройтись, мне надо батарейки, да что купить. Ну и так по мелочи. Так что поехали со мной. Дорогие друзья, я стою на автобензе возле магазина, жду такси. Мне надо фанеру домой привезти, 10 листов купила и сейчас надо привезти домой. Наушники слаживаю просто. Ремонт потихоньку у нас продолжается. Так что не переживайте, просто покажу вам уже потом и конечный результат, когда у меня уже все будет готово. Ну хотя бы большая часть. Ладно, жду машину и повезу домой фанеру. Все, дорогие друзья, привезли фанеру. Такси уже уехало. Что случилось опять? Сейчас покажу вам. Так, вот дорогие друзья, привезли мы фанеру, 10 листов. Это на пол. Не фанера, а ДВП или что это называется. Вот такая вот толщина. По 250 с чем-то на 260, грубо говоря, за лист. Вот так вот. Пока здесь поставили. Будем на кухню, в коридор, в комнаты везде стелить. Так что вот такие вот у нас новости. Пошла я, дорогие друзья, на почту. Там пришла посылка. Не знаю, откуда мне должна прийти посылка из Василька. Но когда, не знаю. Может быть, она и пришла. По сути, я даже не проверяла. Ладно, идем на почту и посмотрим, что там пришло. У нас сегодня погода просто замечательная. Солнышко на улице. Дети сейчас уроки сделают и будут опять гулять. Они погуляли с утра немножко. Уроки делать и опять гуляют. Так что вот как-то так сегодня. Да, у нас включение, поэтому сидите дома. Ни школы, ни садики у нас не работают. Вот. Я съездила в город в администрацию. Ну все. Без толку. Там человек, которому мне надо было отвезти отчет, она была в отпуске. Сказали, 23 августа выйдет, потом уже и сделаем. Ладно. Я иду на почту за посылкой. И нам по пути зайти еще в магазин купить молока. А этого молока вообще нету. Все выпили. Ладно, идем. Пришел сегодня, ребята, Василек. Я уже распаковала. Видео раньше выпустила. Пришел там вот костюм. Вы мне писали как-то 52 размер заказать. Спасибо вам большое. Заказала костюм. В принципе, ему мне нравится. Только то, что мне не нравится, оно вот здесь постоянно собирается. А так костюм вообще нормальный. Ну вот для дома костюм, чтобы не ходить в платьев коротких. Потому что вам это тоже очень не нравится. Поэтому вот первый костюм заказала себе как домашний. И в следующий раз еще захожу. Каждый раз по одному костюмчику буду заказывать, чтобы можно было дома переодеваться. Менять костюм почаще. Заказала много полотенец, постельного. Но это вы видели все в видео. Не забывайте проходить по ссылочке в описании. И смотреть на Васильке. Очень часто обновляется все. Девочки уже простыни себе разобрали, кто куда, какую. Желтая с черным. Да? Нет? Ладно, дорогие друзья. Вы оставайтесь с нами. Пишите свои комментарии. Я пойду сейчас в белье соберу. На улице. И развешу новую стирку. И будем что-то делать дальше. Сегодня муж повесил, кстати, кардину. Видите? Вот она висит. Я уже повесила утюль. Что? Ну, молодец. Ой, как ты умеешь. Вот эту утюль заказывал. Помните, мне с Грандстока приходила посылочка. Написано было для кухни. А она размер очень большой. Сейчас я вам по-другому покажу. Вот, дорогие друзья. Видите, муж повесил гардину здесь, на кухне, в комнатах. Но в остальные комнаты пока еще Света тут сидит. Не вешала шторы. Потому что там тюльки надо, крючочки, видите, специальные. И у меня, получается, они не подходят для этих крючочков. Мне сейчас надо везде все переделывать, все шторы. Ну и вот так вот здесь. Сейчас вроде получше уже со шторочкой. Уже покрасивее стало. Фанеру, почему? Многие спросят, сколько вы будете покупать. Купили мы 10 листок. Вы прекрасно видели. В первую очередь будем застилать кухня-коридор. Может быть, у мальчика в комнате заменим постепенно все. Девочки! Постепенно там заменим пол. Ну вот, фанеру положим. Потом купим еще линолеум. Но это будет все каждый месяц. Как будут финансы появляться, будем покупать. Так что вы нас не торопите, потому что это тоже не от нас зависит. Как будут финансы, так и будем делать. Какие-то весельки немножко погнулись, я их поправляю. Так что вот так вот. Вот мне нравится. Вот я стою, снимаю, у меня получается вот это вот, видите, задирается. Вот оно. А так костюм очень приятный, нежный. На ощупь. Я его постоянно вот так вот и дергиваю. Так, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Пишите комментарии. Я пошла попью кофе и пойду белье собирать и развешивать новое. Дорогие друзья, всем опять здравствуйте. Многим, знаете, надоедает, что я так часто здоровую с вами. Ну вот, извините, вот такая вот у меня привычка. Я со всеми, я даже могу по несколько раз, вот я хожу в садик, хоть куда хожу, я могу по 5-6 раз в день, бывает, поздороваться. Так что это нормально, ребят. Сейчас села, читала ваши комментарии. Спасибо большое за поддержку. Многие переживают за то, что у меня спина болит. Но я хочу вот рассказать предисловие, из-за чего у меня спина болит. Я, когда беременная, ходила Катюшей, я очень набрала большой вес. До Кати я весила 44 килограмма. После родов с Катей я поправилась до 60. И получается, я очень большой вес набрала, и у меня был очень крупный плод. Поэтому у меня получается так, что у меня во время беременности стала сильно болеть спина. И после ее нахородов, во время родов я, получается, надорвала спину. Потому что тяжело, ну, как не тяжело, но было тяжело, да, тужиться. И вообще роды были тяжелые. Я, когда рожала, я даже до того стискивала зубы, что у меня даже челюсть вывихнулась. Потом на следующий день мне ее вправляли. Ну, вот после родов я думала, у меня пройдет спина. Но, к сожалению, она у меня не прошла. Катя у меня родилась 5 с лишним килограмм. Она родилась крупненькая девочка, самая крупная из всех моих детей. Всех взятых, да, даже. Может так сказать. И у меня после этого спина стала постоянно болеть. Где-то что-то я поднимаю тяжелое, где-то что-то как-то. У меня спина вообще ужасно стала сильно болеть. Я не знаю, почему так, но вот так вот. И по сей день вот оно у меня такое есть. Я, бывает, даже ведро подниму после этого ведра. Вот, например, ведро с водой подняла, да. А потом все, я потом загибаюсь со спиной. У меня сильно болит спина. Да, многие написали, что Настя, сходи в больницу. Настя, сходи в больницу. Сначала обследуйся, а потом уже какие-то мази покупай. Ребята, я обещаю, что вот завершу я весь ремонт. Тогда я пойду в больницу. Я постараюсь на себя выделить время. Но вот пока мне не до этого. У меня пока ученики первая смена и вторая смена. Расскажу по поводу учеников. Потому что многие говорят, так как, Настя, у тебя времени не хватает. Ты, получается, в школу ездишь, и у тебя времени не хватает. Город от нас, от моего дома, находится полчаса езды туда. Полчаса езды обратно с города до дома. Вот считайте, этот час убивается только чисто на дорогу. У меня они уезжают утром на школьном автобусе. Уезжают первая смена у меня Катюша, Егора и Оксаночка. Потом, получается, я отвожу детей в садик. Прихожу к 8 часов уже домой. Это у меня где-то... Ну, вот я в половину выхожу. Полчаса ходьбы мне хватает, чтобы в садик отвезти и обратно. Пешком я хожу на велике. Как вы видели, уже многократно. Ты что-то хотела? Ну, как? И получается так, что... Я прошу извинения, просто у меня Света отвлекла немножко. И получается так, что я в 8 часов прихожу, я готовлю завтрак. Девочкам вторую смену. У нас во вторую смену ходит Света и ходит Маша во вторую смену. Вторая смена у них начинается, по идее, они в 11.30 уезжают. Маша, а Света обычно уезжает в 12.30, да? Ну, у них по расписанию. Там смотрится уже по расписанию, как и что. А я, мне надо ехать в школу уже в 10 часов. Да, тут вот последний день изменилось уже расписание. Сейчас я буду выезжать пол-одиннадцатого в школу, потому что в 11.15, в 11.20 у Оксаны закончиваются уроки. И мне надо будет ее забирать. Что? На твой выказать. А, в твой выказать, господи. Нет, 20.30. Девочки гулять пошли, спрашивают время. И поэтому так получается, что у меня на дорогу я пришла, накормила девочек, приготовила им все ко школе. И мне уже ехать надо за школьником, за первоклассником. Многие писали, Настя, почему другие дети ее не забирают? Во-первых, кто может ее с утром забирать? Может, Катя или Егор, да, забирать? У Кати уроки заканчиваются ближе 12 в час. Ну, где-то в час, да, ближе к часу. У Егора еще больше уроков идет. Поэтому вот Оксане с 11 часов и до часу сидит. Два часа в школе. Ну, вы что сами-то думаете, что говорите? Ребенок, ну, не будет столько времени сидеть в школе. Ей хочется и покушать, ей хочется и погулять, и побегать, и поиграть. А в школе получается, ну, столько времени сидеть, это тоже не вариант. Да, можно было бы, чтобы Света туда ехала пораньше, забрала Оксану, отправила домой, потом бы шла в школу опять. Но опять ей сидеть до полперого, опять час с лишним сидеть в школе, это тоже не вариант. Поэтому я езжу сама, я ее забираю, потом сразу, если мне какие-то дела есть в городе, что-то я запланировала себе, какие-то дела в городе, то я сразу эти дела делаю. И потом еду домой, начинаешь готовить, кушать, начинаешь одно, второе, пятое, десятое, и вот по этому времени у меня вообще не хватает. А в четыре, без пятнадцати пять я обычно выхожу, или в пять, когда в садик уже иду. Вот и получается. Домой я приезжаю где-то, получается, если на полдвенадцатого я успеваю на автобус в городе сесть, значит, я в двенадцать уже дома буду. Если я не успеваю на этот автобус, ну, обычно мы не успеваем с Оксаной, потому что пока она оденется в школе, пока то, пока сё, и получается мы потом уже садимся на двенадцать часов на автобус, и пол первого мы только дома находимся. А в пять часов мне уже в садик идти надо. У меня четыре часа есть для того, чтобы мне покушать, сварить, прибраться, полы протереть, и все остальные с Оксаной ещё на уроки сделать, не забывайте про это. Поэтому вот как-то, ребята, вот так вот, так что вот, я не знаю, почему многие озлоблены, как-то не озлоблены, не знаю даже, как это объяснить, как это рассказать, то, что вот пишут комментарии, да как-то так, ты ничего не успеваешь. Вы не забывайте, что помимо этого у меня есть щукуры, цыплята, которых я надо накормить, так как днём сейчас Егорка в школе, это всё уже положится на мои плечи. Он только вечером кормит, когда он дома, днём я кормлю. Поэтому вот, работы хватает, если честно. Картошку мы начали потихоньку копать, пока ещё немного, но начали копать потихоньку. Есть время, мы идём копаем, нет времени, мы отлаживаем. Сегодня мы купили, да, муж меня исправил, сказал, это не фанеры, это ДВП, извините меня, пожалуйста. Ну, просто я в этом не очень разбираюсь, поэтому вот так вот. Купили 10 листов на будущее, потому что мы хотим как бы поменять. Сейчас вот мы в первую очередь будем делать на кухне, потом коридор. Потом со временем, за это время мы постараемся подкопить денежек, купить линолеум сначала мальчикам в комнату. Там муж опять разберёт мебель, постелит ДВП, постелим линолеум, бордюры будем покупать вместо косяков. Но всё это будет постепенно. По мере поступления у нас денежек, какие будем, подкопим денежки, сделаем, подкопим, сделаем. Сам поймите, у меня 8 детей. Продукты надо, одежду надо. Первой необходимости товары тоже нужны. Вы, потому что многие, знаете, я не понимаю, вот некоторые пишут, да как так вы живёте, не думайте о завтрашнем дне. Вот как раз-то вот мы и думаем. Почему вот некоторые пишут, Настя, ты так много покупаешь. Да, заготовки кое-какие я делаю, но пока небольшие, потому что у меня некуда это сложить, у меня нет морозильной камеры, у меня нету холодильника. Наш холодильник начал всё. Короче, ему скоро трындец будет. Он уже через раз сработает. Я тут смотрела, думаю, да что у меня холодильник весь потёк, понять не могла. Он включен, всё, а он не морозит. У меня мужу пришлось его отключать и немножко подделать. Он его немного починил, но не знаю, надолго, ненадолго хватит, но он очень слабо морозит. И получается, что у меня холодильник у всё. Но ничего страшного, я не отчаясь. Я надеюсь, сейчас вот ДВП купила, пока буду сейчас линолеум делать в коридор в кухню, так как он у меня закуплен будет. А потом деньги будем отлаживать на холодильник. Поэтому вот первая сейчас у нас необходимость, это будет холодильник. Потому что наш холодильник, знаете, это как полоса чёрная пошла у меня. Вот всё, невезение, 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 аж руки опускаются. Ну ничего, я не унываю, я знаю, что я справлюсь с этим. И накоплю на холодильник, куплю холодильник. Я смотрела у нас тут холодильники. Ну вот получилось так. Я думала, подработку, которую я себе нашла, мне этого хватит. Но, к сожалению, мне не хватило. Так что вот как-то так. Ладно, дорогие друзья, я надеюсь, что я на некоторые ваши вопросы ответила. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши сообщения. Пишите мне в личку, потому что я на ютубе не всегда смотрю, бывает, времени совершенно нету. А в личку, у меня телефон всегда рядом, я зашла, прочитала. Есть у меня ссылочки в описании и на ВК, есть на Одноклассники. Также я есть, как он, ватсап или вайбер называется, не помню. Так что пишите, не стесняйтесь, я всегда готова к общению. На этом я хочу с вами попрощаться. Всем пожелать хорошего настроения. Всем пожелать всего-всего самого хорошего, чтобы все ваши мечты сболезли. Давайте будем чуточку добрее. Давайте не будем между собой ругаться. Или не будете вы как-то оскорблять моих детей или что-то еще. Я вас очень прошу. Мне тоже это тяжело. Сейчас я смогла спокойно сесть и выговориться. Потому что у меня дома никого нету. Девочки гуляют. Муж там уехал к кому-то знакомому. Он позвонил, попросил что-то его. Не знаю. И я решила сесть, пока у меня минутка есть, свободная. Сесть и вам рассказать, что и как и почему. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok